всем привет забраж 2019 немного печаль тоска отпустила пришел так сказать пришло вдохновение и рассмотрим в этом ролике как сделать именно птиц диснея если вам это пригодится то рассмотрим уже как делать голубей там еще кого-то из разных персонажей ну давайте пока попугая разберемся все погнали открываем тулы открываем сферы будем работать полностью со сферами потому что птицы это сферы и вот у нас заготовка make polymesh x нажимаем вот появилась симметрия отсюда плясать и будем как всегда x отключаем move и немножко вот так и с плюс ним теперь повернем отключим move и включим кисть именно move topology так теперь все это дело побольше дров сайза и немножко вот так все здесь под корректируем вот так пока оставим все пусть пока так будет следом что нужно сделать сейчас я немножко тут под корректируюсь и немножко зум уменьшу вот так вот так следом делаем саптулы включаем и теперь делаем дубликат поворачиваем боком выравнивать shift левая кнопка мыши опять же move и опять же вот за эту стрелочку вытягиваем вот так так в принципе подойдет смотрим что да как еще немножко сплю с ним вот так вот пока пойдет и вот теперь опять же с помощью move topology все это дело и x включаем и смотрим что получится вот так все это дело пока набросок пока не паримся и вот теперь на на голову переключиться голову немножко подтянем вот так вот здесь чуть-чуть вот так вот приподнимем в принципе заготовка пока получается и жмем up and и опять же сферу переключаемся на сферу и делаем я опять же move и сплю с ним вытянем вот сюда вот бок и немножко уме 3 давайте это все сайзом уменьшим вот где-то вот так вот теперь все это дело приподнимем пристыку им вот таким вот образом и немножко вперед подадим следом опять же move topology вот так все это дело корректируем все это будет потом в процессе еще дорабатываться так что не паримся это болванка а теперь модифит оположим миром and well так теперь голове сделаем тоже мира and well и чтоб все у нас здесь дело выровнялось мира and well и теперь давайте клюву опять же моем геометрии мира and well так все заготовка пока есть все это дело теперь можно отдай на мыши дай на мыш следом опять же голове делаем дай на мыш и опять же делаем глазам сразу же дай на мыш это можно делать сразу чтобы потом вот не заниматься вот таким вот делом так дай на мыш все немножко теперь поработаем с головой опять же с обтул и голова и немножко все это дело вот так вот выкинем тут немножко поддавим вот и сделаем опять же дай на мыши чуть-чуть это shift его кнопка мыши выгладим чуть-чуть вот теперь немножко откорректируем глаз в эту сторону вот так вот вот такой получается у нас персонаж пока так опять же что-то я здесь не включил x модифика позже мира and well и немножко вот так все это дело опять же x включать не забывайте вот так все это дело подкорректируем так это у нас есть следом опять же саптулы опять же аппент опять же сфера так переключаемся на сферу опускаем ее вниз заходим в геометрии и добавим ей сайза размера вот так вот теперь чуть-чуть вот так вверх вытягиваем это все дело подгоняем вот сюда и припускаем именно по телу можно чуть-чуть и даже крутануть вот так толстоватая птица получается опять же делаем ее тоньше массу можно всегда нарастить ну и опять же все это дело дров сайс побольше и вот так так x опять же включаем и вот так вот все это дело тут поджимаем корректируем вот так здесь немножко вот так вот так получается опять же вот штукенция не казисто как всегда вначале но не паримся так следом давайте опять зайдем в аппент опять сферу на нее переключимся опустим ее вниз вот так вот немножко вот сюда вот подтянем и опять же сайзом уменьшим геометрии сайз вот так и теперь опять же используем мофт ополаджи немножко произвольной форме вот так все это дело тут корректируем немножко можно даже чуть-чуть подать вот сюда вперед потому что тут будет лодыжка ну и в принципе все этим делом опять же порешалось модифит ополаджи мира and well вот такая заготовка все нормально так все это дело теперь выглаживаем и вот теперь как сделать быстренько именно лапы заходим с обтул и нажимаем up and нажимаем куб переключаемся на куб его можно в бок оттянуть или отключить саптулы и заняться только именно работой с этим кубом вот так все это дело поставим ну и следом что можно сделать это сделать дайна мэш делаем дайна мэш отключаем а теперь немножко порисуем уменьшаем граф сайз control и к симметрию можно отключить и получается рисуем вот такую штукенцию вот так пальцы можно рисовать чуть-чуть потолще потом будем выглаживать или долепливать то подкорректируется control альт немножко это дело подчищает и получается вот такая нога делаем control и и теперь с помощью move вот это дело все вот так вот выдвигаем следом можно это дело сразу же шифт выгладить назначаем control w control shift левая кнопка мыши по прошлом видео заходим модифит аппорт шикл хитен скрываем то что нам не нужно и делаем close holes так смотрим что и как control z и делаем всему этому control w и делаем дайна мэш вот так вот все это дело теперь выравниваем выглаживаем где-то можно опять же с помощью мофта пола джи немножко вытянуть вот это то что артефакт появился вы не бойтесь видите как он убирается хорошо все это опять же болванка заготовка так все это дело есть немножко сайза немножко прибавим размере мув поворачиваем боком перекручиваем за синюю перекручиваем вот так устанавливаем и с помощью вот этих вот боковин можно в глизму все это дело передвигать так все это дело теперь правильно нужно здесь подкорректировать вот так и немножко подкрутить и и опять же подставить нам куда надо вот так еще боком можно посмотреть вот так чтобы лапа именно стала как нам нужно модифитопол уже опять же мир так и все это дело можно теперь выгладить кое-где подгладить кое-где потом пролепить так так вот теперь по ногам пройдемся вы видите что они очень толстые нужно переключиться на ноги вот так вот так вот и уменьшить граф сайз вот таким вот образом и теперь control и можно вот так вот немножко кое-где порисовать вот так вот делаем теперь control и и теперь сайзом можно это дело все уменьшить пока у нас болванка можно тут ничего не бояться так вот так уменьшим и теперь skyл и вот так вот вытягиваем и уменьшаем снимаем маску control левая кнопка мыши и шифтом немножко выглаживаем вот такая штукенция получилась следом можно сделать опять же модифитовую mirror and well вот такая штука ну и чтобы лучше работала давайте теперь ноги объединим тело голову и так далее так получается ноги поднимаем кверху это у нас клюв это у нас глаза объединяем вот эти так вот чтоб не запутаться ноги голова вот еще тело поднимем кверху и теперь все эти три саптула надо объединить merge down ok merge down ok так теперь делаем control w одну полигруппу и можно сделать всему этому дайна мэш или не делать допустим одну полигруппу если вам так лучше будет работаться так все это дело теперь вот так вот выглаживаем вот такой получился кит немножко вот здесь вот подбираем дров сайс побольше здесь вот так чуть-чуть это дело еще корректируем как нам надо так немножко определяем живот вот такие пера и здесь вот чуть-чуть грудинку можно подзабрать так теперь следом работаем клейбирдов или любую кисточку которая вам нравится для лепки ставим опять же на двоечку много нам не надо определяемся с размером пера и вот так все это дело можно теперь пролепливать вот здесь вот добавить грудь все это дело можно выгладить вот так вот здесь вот можно чуть-чуть тоже добавить здесь будут крылья однобросать здесь тоже чуть-чуть вот так вот дополнить вот эти вот окорочка вот так вот окорочка идут именно вот так они побольшие кто кушал курицу вот это принцип тот же самый вот тут можно немножко добавить складочек потом они уберутся будет это все дело уже под перьями так немножко определить живот вот так вот ну в принципе уже тело более-менее выглядит но вот этого перехода от живота к груди в принципе быть не должно вот чуть-чуть его вот так а эту часть чуть-чуть где-то вот так вот под корректировать так следом что делаем давайте работаем более-менее с головой вот так все это дело поставим дровсайз поменьше побольше и вот так все это дело так так симметрия включена вот таким вот образом займемся все это дело здесь добавим добавим кое-где округлим кое-где добавим вот такие штуки и дорисуем именно вот эти вот веки вот так вот что-то вот в таком духе чуть-чуть сюда вот завести можно и вот здесь чуть-чуть вот эту часть побольше до оформить вот так чтоб аж налезало на это на клюв вот такая получается штука с глазами все поработаем так теперь получается клюв включаем и вот с клювом тоже здесь вот побольше наверху вот так вот потолще вот эту часть здесь будет ноздри вот таким вот образом а вот здесь вот чуть-чуть можно ее сделать впалой вот так и опять же все это дело выглаживаем подгоняем корректируем смотрим с разных ракурсов вот такая штука так ну давайте добавим теперь нижнюю вот эту челюсть опять же делаем append опять же делаем сферу переключаемся на сферу заходим в geometry size уменьшаем ее теперь и теперь с помощью MOF и Gizmo все это дело перетягиваем и устанавливаем вот так вот отключаем ставим теперь MOF Topology и повторяем операцию X включаем и вот так все это дело немножко вдавливаем вот сюда ее вот так вот подводим вот так вот пока вот пусть она в таком духе и побудет чуть-чуть ее сделать потоньше вот такая должна получиться заготовка вот так и немножко ее вот таким образом так теперь можно клюв чуть-чуть наверное побольше вот этот сделать и вот немножко поработать головой вот эту часть приподнять и немножко сюда завести и веки чуть-чуть вот так вот побольше сделать затылок чуть поменьше и шею здесь вот немножко потоньше вот в таком духе так здесь тоже немножко подберем вот так и откроем вид вот для этой нижней челюсти так вот такая получилась деталь здесь можно чуть-чуть вот так расширить здесь все-таки черепушка а шею можно сделать чуть потоньше вот так вот так так следом все это дело если слишком тонко можно поэкспериментировать вытянуть вот так и уже здесь дорабатывать вот здесь чуть-чуть придавить это чуть-чуть подать вперед это тоже чуть-чуть вперед вот так вот вот таким вот образом все это дело должно преобразиться так теперь немного щеки вот вы видите что уже перекрывается глаз более-менее для улыбки для мимики вверху чуть-чуть поднять вот так вот и выгладить все можно вот так так теперь опустим лапы и будем смотреть что и как Так, опускаем их пониже, вот так, и немножко вот так вот корректируем именно постановку лапки. Здесь можно чуть-чуть потолще сделать, а вот здесь чуть-чуть вот так вот потоньше, вот так. И грудинку чуть-чуть расправим. Всё-таки птица гордая. Так, ну и поработаем с глазом теперь. Глаз слишком большеватый, поставим скайл и немножко его уменьшим. Так, следом теперь его немножко подкорректируем. Вперёд чуть-чуть вот так подать. И немножко можно развернуть вот так вот. Графсайз теперь поменьше и вот корректируем глаз. Чуть-чуть где-то уводим. Где-то вот так вот приминаем, чтобы глаз попал чуть-чуть прям вперёд вот на эту именно часть клюва. Вот на эту. Вот так вот. Теперь здесь клюв сделаем потоньше. Ну и займёмся вот этой частью. Так, Ctrl-Z, Shift, левая кнопка мыши, всё это дело выглаживаем. Немножко подаём клюв вот так вот. Вверху делаем типа улыбку. А эту часть подаём вот так. И немножко вот в таком духе. Так, клюв чуть потоньше и немножко вот так побольше подзагнуть. Загнуть вот так. Дровсайз чуть побольше и можно этот клюв вот здесь вот так аж приподнять. И вот здесь головой чуть-чуть его выровнять. Вот так. Придаём мимику, корректируем именно детали. Вот уже получается прикольный попугай. Уже заготовка хорошая будет. Так, немножко, наверное, прибавим тело, размер. Вот так вот. Выглаживаем, подгоняем. Смотрим, чтобы всё было пичком. И уже по этой заготовке можно будет работать именно кистью для лепки. Вот так всё это дело здесь поднакидаем. Если кому-то будет удобнее, то опять же программа Sculptress Alpha 6 вам поможет всё это дело подкорректировать. Кое-какие детали. Вам это будет, возможно, в помощь. Так, теперь вот здесь вот тоже чуть-чуть докидать побольше, потому что вот эта часть, она залазит аж на клюв. Вот так вот. Немножко всё выглаживаем. И вот теперь, что нам нужно. Поставить на вытавливание и немножко вот здесь вот подкорректировать, придать именно черты. вот здесь вверху вы видите, что у нас цельное. Вот здесь вот можно сделать разъединение, чтобы типа вот эти вот брови возвышались на череп. И также можно подкорректировать где-то череп, сделать его чуть-чуть более округлым может. Вот так вот. Вот такая штука. Так, теперь вот эту часть можно шею больше сделать. Словом, когда вы уже начинаете делать какую-то модель, ну вот типа делайте, внимательно смотрите на вот эти вот части. Именно где вытянутая, где больше, где меньше, примечайте именно вот эти вот части. Расстояние, допустим, вот от шеи до вот этой части, чтобы все смотрелось гармонично. Если вы, допустим, сделаете шею меньше, чем тело, то будет уже смотреться не очень. А вот если вы шею сделаете длинней, вот так даже, вы видите, что уже попугай преображается. Добавив грудь пошире, убрав, допустим, вот эти части, вот поработать со спиной тоже очень надо. Это дело выглаживается и спину немножко тоньше. Вот так вот. Здесь будет место для хвоста. Подработаются какие-то мышцы, допустим, окорочка. Здесь вот немножко вот так тоже. и немножко вот здесь вот так вот приподнять. Вот. Уже моделька выглядит совсем по-другому. Вот всё это дело выглаживается. И получается вот такая заготовка. Так, следом. Вот так сейчас замаскируем. И, наверное, с помощью Skyl чуть-чуть сделаем тело побольше, чтобы попугай уже точно смотрелся. Так. Вот таким образом уже будет интересней. Уже он ещё стал лучше. Опять же, лапы надо чуть-чуть опустить. Вот так вот. И немножко их вернуть на место. Так. Немножко подкрутить. Вот так вот. И теперь опять же, геометрии, модифитополаджи, миро, эндфа. Вот как какое-нибудь слово прилипнет, сегодня прилипло слово опять же. Также бывают слова ну, ещё раз и так далее. Опять же, опять же, опять же. Так. Ну вот у нас уже прикольный гражданин. Если кто-то узнал, откуда этот персонаж, то напишите мне под видео, я показывать не буду. Пусть будет как загадка. Так. Это чуть-чуть вот так. Всё это делаем мягче. И вот таким образом. Ну и ещё добавим давайте три детали. А три детали у нас будет именно опять же, тут слово опять же, не серчайте, вырезать не буду. Сегодня что-то оно прилипло ко мне. Так. Вот ещё слово появилось. Так. Так. Перекручимся на сферу. И теперь немножко всё это дело вот так вытянем. Плюснем. Зайдём в геометрии сайз. И теперь всё это дело уменьшим. И вот так подведём. АЛЬТ. Правая и левая кнопка мыши приближает. Теперь нам нужно сделать вот такие детали, такие вещи вот с этой заготовкой. Вот. Чуть-чуть можно побольше. Вот. И теперь ДАЙНАМЭШ. ДАЙНАМЭШ. ШИФТ. Левая кнопка. Выглаживаем. КОНТРЛ-З. Ставим X. Симметрию. И немножко. Делаем пухлое. Вот так вот. Вот эту часть делаем тоньше с помощью. ШИФТ-Левая кнопка мыши выглаживаем. И вытягиваем. И с боков чуть-чуть вот так. С ПЛЮСНИМ. Вот получилось перо. С помощью ГИЗМУ можно всё это дело так, эту вот так вот поставить. Вот таким вот образом. Немножко ещё придать ей изгиб, чтобы смотрелось классно. А теперь контрол, move и вот так вытягиваем вниз, дублируем. Следом Скайл, ГИЗМУ отключаем. И вот уменьшаем нижнее перо. Включаем ГИЗМУ и корректируем вот в таком духе. Опять же используем мофт АПОЛОДЖИ. Подгибаем, подкорректируем. Вот так. И ещё одно нам нужно перо. Это контрол. И тянем вот так вниз. Левой кнопкой мыши. Теперь Побольше Скайл, прям побольше, чтобы это было совсем маленькое перо. Вот так. И с помощью MOF ГИЗМУ подтягиваем книзу вот так. Вот это перо уже можно немножко вот так вытянуть, побольше разровнять. Теперь контрол, И. И немножко можно поработать вот с этими перьями. Чуть-чуть их как-то друг к другу ближе, что ли. Опять же выглазуем сжимым шифтом. Контрол, И. И подгоняем вот это перо ещё вот сюда, вот так вот. Делаем всему этому модифитополу же Miro N12. Включаем симметрию X. И MOF. И тянем вот за эту красный квадратик. Делаем больше перья. Так, время заканчивать ролик. У меня уже 32 минуты. Так, снимается всё это. Так, немножко ещё давайте голову подкорректируем. Чтобы вид был вот так это всё поменьше. Вот так побольше. И немножко где-то вот так. Заднюю часть тоже можно немножко сплюснуть, а эту вытянуть вот так. Чтобы сзади была поменьше черепная коробка. И так же вот здесь впереди чуть-чуть утянуть. Вот так. Вот теперь уже и мимика. Осталось только поработать с глазами. А где у нас глаза? Вот этот глаз ставим сюда и немножко вперёд. Вот уже прикольный попугай. Опять же пролепить, всё доделать, подкорректировать анатомию немножко. И всё, можно уже запечатлеть этого гражданина. Вот такая болванка получилась. Теперь в следующем ролике крылья добавим и раскрасим. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok